Еще немного о зависимостях. Когда вы общаетесь с человеком, имеющим зависимость от психоактивных веществ или от игровой зависимости, вы имеете дело с человеком, имеющим две личности. Первая личность – это то, что развивалось от рождения, впитывая из зоны ближайшего окружения витамины для своего развития в виде опыта родителей, транслирующего оценочные суждения, убеждения и методы взаимодействия с окружающей средой. Для ребенка родители, подобно богам, чьими ушами они слушают, глазами видят слова, обращенные к ребенку, закладываются в фундамент его будущего образа «я». Человеческое сознание в своей константе имеет некий индивидуальный гормональный фон и уникальный набор нейромедиаторов, определяющих качество психики, характера и когнитивные возможности. Все эти пазлы складываются, начиная от оплодотворения яйцеклетки, внутриутробного развития и качеств той социальной среды, которой ребенку суждено расти. При нехватке каких-то строительных элементов, определяющих хороший фундамент, крепкие стены, уют, как некий эмоциональный фон истории становления себя, человек прибегает как бы временному решению прекратить обращать внимание на сквозняки и неплотно закрывающиеся двери своего ума, через изменение гормонального фона, временно съезжая в пространство вымышленной истории другого себя. Вторая личность, ее основа стремления к внутреннему эмоциональному равновесию, но не как работа над собой и пестование, себя в нечто большее, а как инфантильная попытка чуда, здесь и сейчас нет волшебной палочки, значит можно жить в придуманном мире чудо и волшебства. И не важно, что говорят эти серые людишки, не понимающие и предлагающие отрастить крылья, в то время, когда я на волшебном коне или под конем, как выясняется позже, по имени настроение. И начинается грустное, стремясь избежать внутреннего дискомфорта, принимая ПАФ, изменяется гормональный фон, перекодируется набор медиаторов, появляются новые истории себя, с более приемлемым для данного лица эмоциональным фоном, семантикой, невербальной трансляцией, соответственно и иными поведенческими паттернами. Появляются две личности со своими индивидуальными нейрохимическими отпечатками. Человек начинает выращивать в себе субличность, и этот гомункул постепенно обретает силу в историях переживания эйфории, нового окружения из таких же гомункулов. Нужно понять, что постепенно это новое состояние начнет бороться за место в этом теле, вытесняя остатки здравого смысла, требуя свою дозу и борясь за свою жизнь. И у этой части сознания нет тех родителей и историй первоначального сознания. У гомункула есть только носитель, имеющий имя в паспорте. А надеяться на то, что он каким-то образом будет проявлять нежность и заботу к желающим его уничтожить, у Вульти, уж эта субличность умеет бороться за свою жизнь. Что касается первой личности, она застревает на том возрастном этапе, с какого момента появилось желание продолжать употребление наркотических вещества, с момента, когда критический барьер был сломлен, ворота открыты, и троянский конь оказался в пространстве человеческого сознания. В психологической практике весь акцент направлен на первичную личность, если она еще есть, на возможность обретения ею силы и энергии, активизируя тот внутренний потенциал подыматься с колен и идти, чтобы через какое-то время, раскрыв крылья, полететь, ощущая себя человеком. Как понять, что в физическом представителе первичное сознание еще сохраняет рычаги управления, если человек обращается за помощью сам? Эмоционально-стрессовый терапевт и ЕМДР-терапевт, нарративный психолог, специализация современный гипноз и НЛП, медицинский психолог. Решетка «Мои размышлизмы рад». Город Ставрополь, телефон. Плюс семь девятьсот восемнадцать семьсот сорок один девяносто два сорок восемь.